Тема сегодняшнего подкаста – почему лечиться нужно на разных курортах. Мы все чувствуем себя комфортно, когда имеем дело со знакомыми вещами. То же самое относится и к поездкам на санаторно-курортное лечение. По моей статистике, которую я собирал 5 лет, более 80% людей возвращаются на тот же курорт, где уже лечились. Из них большинство выбирает тот же отель, в котором отдыхали в прошлый раз. Согласен, это удобно. Все знакомое, ни о чем не беспокоишься, знаешь, как будут лечить, что эффективно, а что нет. Но, изучив много курортов, и не только в Европе, я хочу показать вам другую философию курортного лечения. Организм каждого человека индивидуален, и физиологические процессы в нем постоянно изменяются. Если вы поедете на курорт, скажем, в марте или в октябре, результаты лечения будут немного разными. На конечный результат влияет не только состояние вашего организма здесь и сейчас, ваш психологический настрой, но даже последовательность принимаемых процедур. В одном отеле могут полечить эффективнее, чем в другом. Именно поэтому мой первый совет. Если вы повторно приезжаете на один курорт, меняйте отели. Естественно, не забывайте проконсультироваться со мной. Я однозначно подскажу лучший вариант отеля, чем тот, в котором вы были. А еще я убежденный сторонник лечения на разных курортах. Одна моя клиентка с проблемами суставов ездила три года на разные термальные курорты, где получала посредственный результат. На четвертый год метаний решила попробовать хивис в Венгрии. Помогло так хорошо, что решила еще пару раз туда вернуться. Таких примеров я могу привести с десяток. На разных курортах наш организм по-разному реагирует на природные и лечебные ресурсы, присущие именно этому курорту. Вашему желудку может хорошо помогать термальная вода Карловых Вар, но не исключено, что термальная вода, например, в Монте-Катине-Терме, поможет еще лучше. Как об этом узнать заранее? Никак. Только приехать на курорт и попробовать. Хуже точно не будет, проверено многими моими клиентами. Хуже будет, если вы перестанете ездить на курорты и начнете шлаковать организм таблетками. Знаете ли вы, что большинство опрошенных мной гостей курорта Рогашка-Слатина в Словении сказали, что больше не поедут в Карловые Вары? Причина ясна. Минеральная вода Рогашки-Слатина помогла им быстрее и лучше, чем термальная вода в Карловых Варах. Хотя были люди, которые говорили, что не почувствовали разницы, но зато увидели другой курорт, другую страну, сменили обстановку. Тоже плюс. Не бойтесь экспериментировать со сменой курорта. Вы ничем не рискуете. А если вы совсем консервативны, то слушайте очередной совет. Сократите вдвое время пребывания на том курорте, куда вы ездите. Сэкономьте деньги. А во втором полугодии поезжайте на другой курорт ровно на такое же количество дней. Почувствуйте разницу. Или сделайте микс. Поедьте на 7 дней на один курорт и сразу же езжайте на другой курорт тоже на 7 дней.